В Мариуполе простились с 25-летней Юлией Стецовой. Она впала в кому после родов. Спустя полтора месяца, не приходя в сознание, роженица скончалась. Ее родственники обвиняют врачей в халатности. Елена Уланова продолжит. Юлия родила дочь 16 мая. Ей сделали кесарево сечение. После операции женщине внезапно стало плохо. Спустя 50 дней комы роженица умерла. В ее смерти родственники винят медперсонал. Оставили ее после операции сразу. Без присмотра. Остановилось сердце. Никого докторов не было вообще. Появление первенца Юлия и ее гражданский супруг ждали с нетерпением. Во время родов Михаил находился рядом. Назначена была стимуляция схваток. Растимулировали схватки. Открылось кровотечение. Увезли кесарить ее. После этого вынесли мне ребенка. Я находился в розале. Операция длилась полчаса и прошла успешно, говорят медики. Женщина проснулась быстро. Отвечала на вопросы. Не жаловалась на боль. Готовились уже перевести ее в палату интенсивной терапии. Внезапно сердце молодой матери остановилось. Ее реанимировали почти 10 минут. Юлия впала в кому. Почему ее состояние ухудшилось, медики точно сказать не могут. Сначала мне говорили инфаркт. Скорее всего потом инсульт. Мы, говорит, не можем дать ответов, пока не сделаем никаких снимков. В 36 недель была диагностирована аномалия развития сосудов пуповины. Плюс срок беременности был 40 недель и 4 дня. Практически уже начало перенашивания. Обвинения родственников врачи отрицают. Женщина не оставалась без врачебного внимания. Рядом с ней были анестезиологи. Мы надеялись, что мы сможем помочь пациентке. И надеялись, что она сможет выжить. И для этого были брошены все силы. Заявление в полицию родственники погибшей пока не писали. Гражданский супруг Юлии настроен решительно. Ищет адвоката и готовит заявление в полицию. Новорожденную дочь он назвал Вероникой. Чтобы доказать отцовство, обратился в суд. Забрать малышку домой Михаил сможет, когда решение вступит в силу. Елена Уланова, Виктория Калашникова, Артём Коробецкий, Николай Рябченко, Телеканал Донбасс.